Привет дорогие друзья! Осень на носу, нет, уже зима на носу, очень холодно и вы меня летом просили снимать обзоры по инструменту. Ничего не успела и, наверное, первый обзор инструмента будет именно сейчас, уже в холода. Ну вы посмотрите и холодными зимними вечерами решите, нужна ли вам такая покупка в ваш сад или нет. Сегодня речь пойдет о воздуходувке. Воздуходувка, садовый пылесос, у меня он два в одном. У него воздух дует и в направлении, чтобы сдувать, и переставляется большая насадка, одевается огромный мешок, и для того, чтобы листья, например, пылесос затягивать себя. У меня фирмы Greenworks, он аккумуляторный, очень легкий, очень удобный и, самое главное, без проводов, без лишнего геморроя. В розетке зарядил аккумулятор, поставил и пошел работать в сад. Пойдемте поработаем и немножко еще расскажу. Первое, что хочу сказать, с ним справится любая дама. Он, я уже говорила, легкий, вот смотрите. Никаких сложностей в работе. И для того, чтобы начать работать, вам всего лишь нужно нажать одну кнопку. Все. Так, ну из-за его плюсов, это я уже отметила, наверное, три раза. То, что он легкий, то, что он удобный, просто в использовании, то, что он аккумуляторный. Ну вот представьте, просто пылесос, если за вами тянется кабель, и если у вас большой участок, ну это невозможно работать. Нужен ли он на участке? Лично мне нужен, хотя использую я его, по сути, два раза в году. Это весной и осенью. То есть летом никакой надобности нет. Единственное, когда стригу кусты и лету, и могу выдуть из клумбы с помощью него весь мусор. Так, из минусов. Его цена. Любой инструмент аккумуляторный стоит недешево, и со временем аккумулятор изнашивается, и нужно покупать новые. Еще из минусов. Наверное, минусов больше нет, просто расскажу о своей модели. Наверняка есть модели еще мощней. Ну, я чувствую, что можно было бы прибавить мощности, но не могу вам сказать, что мне ее не хватало. Любой мелкий мусор выдувает. Но, если, допустим, осенью у вас огромное количество листвы, и вы думаете все это в одну кучу сгрести, не получится. Когда уже большое количество листьев, сгребать все равно приходится граблями. Также просто он меняется на пылесос. Пылесос я не использую вообще, не использовала его ни разу, только пробовала. Вот эта насадка убирается, сюда вставляется большая труба здоровенная, и вешается мешок. Почему не использую? Многим кажется, что если будешь пылесосить, тебе будет проще. Ну, эта вся трава собирается в этот сборник, и его за собой нужно таскать. Как по мне, проще сдуть листву в куче, и уже вручную их в тележку и утилизировать. Итак, моя оценка данному устройству 9 из 10 баллов. Мне он нравится, без него уже не представляю своей жизни, но все-таки это покупка не первой необходимости. Надеюсь, вот такой небольшой обзор был вам полезен, и вы решите, нужен ли вам такой помощник в саду или нет. С вами был Метипичный фермер, увидимся в следующих видео, пока!